Здравствуй, Илья. Впереди выходные. Куда посоветуешь сходить? Привет, Максим. Сейчас расскажу. Начнем, как водится, с субботы. В этот день музей-заповедник Горки Ленинский приглашает на творческий вечер народной артистки Российской Федерации Анны Литвиненко. Голос Анны Литвиненко хорошо знаком вам по радиопередачам и телефильмам. В ее интерпретации как народные песни, так и авторские произведения современных композиторов приобретают яркий национальный колорит. Певицу отличает своя особенная манера исполнения русских романцев, приближенная к народной. Начало концерта в 16.00. Также в субботу еще один творческий вечер, но уже в Развилковской библиотеке. Поэзии, чарующие звуки. Так называется мероприятие, приуроченное к 70-летию поселка Развилка. Начало в 14.00. А в Центральном парке города видная фотовыставка и развлекательная программа для всей семьи под названием «Это мое счастье. Начало в полдень». Грядущая суббота богата на выставке. В 14.00 в Центральной районной библиотеке совместно с видовским благочением откроется выставка православной книги. Теперь перейдем к воскресенью. В этот день в историко-культурном центре пройдет мероприятие под названием «Всем славянским женщинам». Василий Иванович Агапкин – автор целого ряда известных произведений для духового оркестра. В том числе ему принадлежат походный марш на темы монгольских народных песен, марш на мотивы из оперы «Кармен», марш на мотивы из оперы «Фауст» и многие другие. Однако самым знаменитым его произведением остается марш славянки. Начало в 14.00. Ну и в заключении о спорте. В воскресенье в 2 часа дня в рамках юношеского первенства по баскетболу видновские спортсмены встретятся с баскетболистами из Люберец. Приходите болеть за наших. У меня все, Максим. Надеюсь, ты с пользой проведешь выходные. Спасибо, Илья. Даже не сомневайся. Продолжение следует... Продолжение следует...